Национальный парк Салаир раскинулся на сотни километров. В его составе несколько районов – Заринский, Тогульский, Ельцовский и Салтонский. А это больше 160 тысяч гектаров дикого леса. Головной убор и резиновые сапоги – это обязательный наряд того, кто отправляется в тайгу. Ну и, конечно же, специальная техника, без которой многочасовые пути просто невозможны. Но, поверьте, все это стоит того, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть это. Природа просыпается, и вся тайга усыпана разноцветным ковром. Цветут медуницы, хохладки и ветреницы. Правда, буйство красок в тайге продлится всего несколько дней. Канды, к примеру, уже сдает свои позиции. К слову, это одно из 26 краснокнижных растений, которые есть только на Салаирском кряже. Все из-за климатических особенностей. Черновую тайгу не случайно называют дождевым тропическим лесом. Сразу после стаивания снега эти растения моментально поднимаются из почвы. Потому что они развивались, они не замерзали, они жили под снегом. Луковица, кандыка, например, жила, и она быстро дает проросток, отцветает. А всего через пару недель вы приедете на эту территорию и не узнаете ее. Здесь будет стоять вот такая трава, сплошной стеной, через которую продраться будет невозможно. И под такой травой уже никакие цветы просто не смогут вот такие невысокие обитатели. С прогревом земли здесь легко можно встретить змей, лосей, кабанов и прочих хозяев леса. Они не очень гостеприимны, но с удовольствием приходят к местным кормушкам, пока никто не видит. И для чего я делаю, то понятно, в чем-то облегчить жизнь животным, но это не самое главное на самом деле. Как может с первого взгляда показаться. А это нужно для того, чтобы их сконцентрировать здесь. И чтобы им не хотелось отсюда уходить. Больше 20 домиков появилось и для птиц, синиц и гоголей. Красота дикая, редкая, но не все хотят ее исключительно созерцать. Здесь нередко беспредельничают браконьеры. За этот год инспекторы нацпарка завели два уголовных дела. Приезжие из Кемерово охотились на лосей. В Тогульском районе, вот недавно это было, то, что за бой был самки. И у нее два эмбриона, уже практически готовые на свет появиться. И вот они без зазрения совести ее умертвили и разделали. Алексей Равковский профессионально защищает природу несколько лет. Сначала работал в Тогульском заказнике, теперь в Салаире. Говорит, самая большая беда для особых природных территорий – люди. Многие в поисках легкой добычи кощунственно относятся к ней. Пресекать браконьеров – задача инспекторов. Но на 160 тысяч гектаров их всего шестеро. Штат в идеале нужно расширить до 36 человек. Но все упирается в финансовый вопрос. Денег не хватает. Но действующие инспекторы, что в итоге работают от зари до зари, не унывают. Это именно общение с природой – это самое приятное. Потому что можно собраться со своими мыслями здесь, вообще подумать обо всем. Ну и вообще воздух здесь такой разряженный, чистый. А теперь вглядитесь в эти картины. В Черновой тайге, там, где должны быть основными деревьями кедры и пихты, ценных пород осталось крайне мало. Причина – беспощадная рубка золотодобытчиков еще в 90-х годах. Именно тогда появилась задумка создать национальный парк, чтобы сохранить тайгу с ее уникальной экосистемой. Ученики местной Тогульской школы помогают в этом нелегком деле. Здесь выращивают более тысячи маленьких кедров, которые потом высадят в Салаире. А в нем еще столько неизведанного. Поговаривают, что есть даже пещеры древнего человека. Их поиском намеренно озадачатся в ближайшее время. Анара Шагирова, Николай Шилко. День с толком.